Боевики из стрелкового оружия атаковали окраины посёлка Травнева Донецкой области, сорвав ремонтные работы на повреждённой линии электропередачи восстановления разрушенных жилых домов. Об этом сообщают в штабе АТО. В общей сложности наёмники 11 раз нарушили режим тишины. Продолжая вести огонь из оружия, запрещённого минскими договорённостями, все подробности расскажет наш военкор Ирина Баглай. На Светлодарской дуге снова громыхает. От стрелкового оружия до артиллерии боевики используют против пехотинцев весь арсенал. Последний такой бой начался традиционно, с малого калибра. Стрелковое вооружение наёмники используют традиционно, чтобы выманить наших военных и вычислить их огневые точки, а потом накрыть более крупными снарядами. Что прилетает на позиции армейцев, видно и по ранениям. В основном это осколочные от МИН. Тут же медики оказывают первую медицинскую помощь. А дальше эвакуация в госпиталь. Порой приходится несколько километров добираться пешком, да ещё и под шквалом вражеских пуль. И оттуда же АГЭС работал по нашим. Среди стрелков у наёмников есть и снайперы. Оснащены противотанковыми оружиями, предполагают пехотинцы. Снайперы оттуда работают по звуку, по характеру разрыва пули. Работают переделаны противотанковые оружия старого образца, там, 41, 42, 45-х роков. Двое бойцов во время бесперерывного до самого утра обстрела получили ранения, лёгкие, поэтому уже скоро будут снова готовы давать отпор врагу.